Звоните срочно подругам! Распродажа идёт! Распродажа 1111 на Озон. Успейте! Конструктор Лего за 1499. Ирригатор Бивэлл за 1499. Доброе утро! Всем огромный привет! Мы снова привезли строительные смеси. Это строительный клей для выравнивания пола. Сегодня 15 мешков. Это первая партия, и ещё будет потом ещё одна партия. Лёша говорит, что клея нет. Там, где он покупал, по такой нормальной цене. Короче, последнее забрали. Много нам надо, много надо. Перепад пола 3 сантиметра. От дальней маминой комнаты до кухни. Ну, до вот этой стороны нашей. Где первый санузел, который вы предлагаете, чтобы мы сделали гардеробный. 3 сантиметра, представляете? Я вообще в шоке. Гардеробный в туалете. А мне кто-то написал, что с ума сошли. Это мокрая зона. У нас квартира 90 квадратов. Что, неужели мы не найдём места для хранения вещей? Санузел второй обязательно нужен. Потому что, ну, одно дело, когда 3 человека живёт. А вдруг, вот сегодня мы втроём, да, а потом приехали родственники. И как мы будем все ютиться в одном санузле. Тем более, у нас санузел-то не разделённый же второй, который большой. Там у нас сразу идёт и душ, и метаз. Лёш, ну ты вообще молодец, конечно. Чё? Ну, это тяжело. Ну, чё теперь? Что-то я, наверное, это... Надо было грузчиков всё-таки наедать. Нет, нет, это немножко жалко. Нормально? Ну, какая разница? Ну, тебе по силам? Конечно. Ты давай вот сюда как-то распределяй. Я и так распределяю, мы там встанем, скажем. Я еду, иди, взял, заехал. Чё? Всё нормально. Вдруг будет грустно, перед грустно. Сколько весит один мешок? 25. 25? Обалдеть. Да нет. Так, давай, Катил уже, бери, что-то я... Я не уравновешиваю лифт. Я всего 57, 56-57. У меня вес сейчас. И вам не сотка. Сотка жира! У Димы работа тоже идёт полным ходом. Работает. Вот, видите, какой пол? Краграм. Смотрите, что Дима сделал. Утопил все провода. Потом вот эта пена срежется, всё же зашпаклюется, и будет красивенько, аккуратненько. Вот так вот. Ну, в принципе, здесь без изменений. Вчера вам всё показала. Всё, это сделала, как сделала. Да. Всё. Вот с этой штукой что делать будем? Пока оставим, да, шкафов здесь нет? Что за штука? А вот эта, стоечка. Мне что, оставь пока? Мы её, по-моему, почистим и обратно соберём. Ага. Пусть она стоит пока. Ну, кстати, хорошая штучка, знаете, для тех, кто переезжает. Чего вам вещи на ней лежали? Вообще очень крепкая и выдерживает большое количество одежды, вещей. Ну, немножко, да, она у нас прогибалась, но не сломалась. Как мне нравится этот балкон. Прям такой солнечный. Ну, что, всё? Едем за второй партией? За последней? Почему нет? Ещё не последняя? Нам уже ещё 25 мешков надо. Капец. Ещё предварительно. Капец. Это предварительно. А, предварительно, Дима говорит, это предварительно. Да, обрадовал. Ну, да, но, в принципе, мы считали, что 60, это... Так, да? Ну, так, давайте ещё. Полторы тонны, капец. А можно сюда в один угол всё это складывать? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Монолитная каркаска, почему нет? А, ну, ладно. То есть, что-то переживаю за перегруз. Нет, нужно переживать. Дима на Дане угорает. Я же Лёшу всё время называю Зая, Зая. И он говорит, ну, что, ужас ты, Лёша. Ну, что ты, ужас? Вот так. Мальчики обсуждают технические моменты. Вертикалку опускаться сразу в канал. Всё. Вот как обыграть вот это место? Видите, у нас приток воздуха идёт с улицы. И так во всех квартирах. Там всё засорённое. Лёша хочет немножко уменьшить комнату. Дима говорит, нет, не получится. Вот. Видите, как это выглядит с улицы? Просто ужасно. Это всё будем заменять. Понятно. Понятно. Так, ну всё, ребятки, мы поехали дальше. Сегодня Алиса у нас идёт на мастер-класс. Называется «Текстурные волны». Вот такие вот волны у неё должны получиться. Красиво, да? Да. Прям морская тематика. Это же картина. Тысяча рублей. Картина, да. Тысяча рублей такой мастер-класс стоит. Я вот тоже думаю, может, мне тоже на какой-нибудь мастер-класс записаться для взрослых. Я ещё думаю. Но не хочу, чтобы это было прям что-то массовое. Потому что вообще не люблю большое скопление людей с разной энергетикой. Голова ещё от кого-нибудь заболит. Поэтому я вот прям стараюсь максимально ограничить своё общение с посторонними людьми. Да, Лёш, помнишь, как мы с тобой в музей зашли? Горгипе. Да, было. Это вообще было ужасно. Ребят, мы там чуть с ума не сошли. Просто голова разболелась буквально от одной женщины, которая зашла в середине экскурсии. И всё, и прям накрыла. Мы загрузились. И сейчас с Лёшей решили, наверное, мы поедем в пельмень-варенич. Алиса нас там уже ждёт. Алиса захотела кушать. Вот. И уже в пельмень-варенич. В общем, мы сегодня Алису завезли на занятия дополнительные. И у неё есть промежуток времени между мастер-классом и занятиями. И как раз это всё будет проходить недалеко от пельмень-варенича. Поэтому Алисочка у нас пошла туда перекусить. И у нас минуточка свободная выдалась. И мы сейчас к ней присоединимся. Тоже перекусим, отдохнём. И потом у Лёши предстоит снова 15 мешков поднять. Да нормально, сегодня 30. Как себя чувствуешь? Отлично. Я прям переживаюсь. Ребятки, смотрите, как здесь красиво. А на завтрак, смотрите, если сюда придёшь на завтрак, то можно вот что-нибудь такое вкусненькое выбрать. Вот почему-то у них вареники вкусные, когда здесь они их готовят, а когда дома у меня они не получаются. Здесь можно купить продукцию, но у меня не получаются. Они дома такие же вкусные. Что-то нравится. Нравится? Да. Единственное, что у них нету с сырой картошкой. А мне так понравились сырые картошки. А они были у них? Нет. Когда мы были в Челябинске по сей день раз, у них строили картошки. Да-да-да-да-да-да-да. Я судьба так вареник, а здесь нет. Ну, значит, так. Так должно быть. Дочь, как дела? Как математика? Чё-чё-чё? Всё понимаешь? Оказывается, типа, у меня вообще проблем нету. Ни с делением, ни с чем. А с чем была проблема? То, что коллективы я сбила, если я не... А, с вниманием, да? А как с этим бороться? Стараться, не нервничать. Понятно. Теперь мешки полегите. Вот, смотрите, какой заказик. Чёртка маленькая сметанка. А она у них всегда здесь такая. Микро. Лучше заказал борщик. А, Лиза, у нас были фельмешки повинные. Такие симпатичные. Такие блинчики вкусные. Ну, прям вот домашние. Но мне их принесли почему-то раньше, чем вареники. Ну, как бы я не считаю, что это минус. Я хотела просто сначала вареники поесть. Так, наши варенички. И симпатичненькие. Ну, нам здесь, знаете, как нравится? Ещё подперчить их сверху. И иногда даже подсолить. Ребят, напиток глоги. Посмотрите, какой он симпатичный. В общем, здесь должна быть клюква, имбирь. Что-то там перетёртое с сахаром. В общем, что-то очень полезное и вкусненькое. Вот так, вот так мы любим. Прям много перца, много соли. Нет, соли нет, перца нет. У Лёши со свежей капустой. Кипяток. Кипяток, да? Даже не показывай мне, я даже не смогу сейчас. Ну, подуй. Так, а Лисочка показывает, смотрите, картошечка с карамелью. Тоже покупала такой, да? Вкусно. Мы ещё заехали в пирамиду. Лёше нужно что-то там купить. Хочу показать вам нашу красивую осень. Ванапе, смотрите. Вот такая вот осень, ванапе. Ещё всё цветёт. Классно, да? Подуванчики. Вообще, какие-то ягоды. Колючки тоже цветут. Так интересно. Ладно, пойду я в машину. Вот зачем мы приехали. За грунтовкой приехали, что ли? Да? За грунтовкой приехали, что ли? Да. А? У меня эта машина никогда не проседала. Да. Похоже, надо это. Слышишь, чё? Просила, просила сильно. Надо или... Так. Ну что, ребят, загрузились. Подбежала какая-то соседка. Не первой свежести. Прям на самом деле не первой свежести. И говорит, как вы надоели. Лёша говорит, кто? Увы, говорит, от вас столько грязи. Он говорит, что, с ума что ли сошли вообще? Я всегда за собой всё подметаю, прибираю. Вообще-то сумасшедшая. Ну, какая-то бухающая. Причём я у Лёши спрашиваю, говорю, ты что с нашего этажа? Он говорит, нет, вообще первый раз её вижу. Ну, короче, какая-то... Ну, просто надо повозмущаться. Докопаться надо, да. У нас же люди такие, которым скучно жить. Да, есть такие. Не первой свежести я имела в виду, что у неё были очень грязные волосы, грязная одежда. Я вообще подумала, что она просто хочет проникнуть в наш подъезд. Вот такое ощущение, что это какая-то, знаете, залётная тётенька. Потому что у нас здесь вроде все приличные люди, все соседи такие хорошие. Вышла женщина, по-моему, она даже, главное, по подъезду поздоровалась с нами. И вообще ничего нам не сказала. Просто пошла, села на лавочку и смотрела, как Лёша выгружается. Вот так. Неприлично прям, да. Ой, ребят, я же вам не показала. Посмотрите, какая красота. Подсветочка в нишу. Так уже уютненько становится. Это раковина, по-моему, да? Или стиралка? По-моему, раковина. Красота. Мне очень нравится. Дима грунтует пол. Сейчас Лёша с Димой будут переносить вот эти шкафы. Скорее всего, вот сюда. В зону, где у нас будет стоять стол. Вот сюда. Ну, грубо говоря, на кухню. Я вот это все-таки считаю территорией кухни. То есть тут у нас форма кухни вот такая, видите? Вот так вот она идет и вот так. Сколько квадратов все вместе. Надо будет посмотреть нам по плану. Короче, вот интересная планировка. Многие говорят, ой, какая планировка. Но мне нравится. Отдельно зона кухни. Отдельно идет вот такая вот столовая. Здесь у нас стол будет стоять. Большая гостиная. Видите? А у тебя нет ничего? Колесиков. Постелить под него. А что? Ну, что-нибудь есть? Картонка обычная. Выщи, давай. Картонки там стояли, Лёша, в той комнате. Прям большие коробки. Потому что там шершавы. Да, да, да. Вот они, картонки вот эти. Дима еще говорит, вот типа стол вам. Здесь две картонки были большие. Вот они, вот они, вот они. Лёша хотел этот холодильник продать. Я говорю, пока не купили новый, мы ничего не продаем. Потому что, потому что это дело такое, знаете. Расходов очень много разных. И холодильник, если он у нас есть, и мы им пользовались, и нас он устраивает, то пусть он стоит, пока мы не купим новый. Вообще, мы кухню, мы вам рассказывали, нет? Кухню мы решили сделать все-таки со встроенным холодильником. И расчет сделали именно под встройку. Ой, осторожно. Бедные шкафы наши, боже мой. Там как бы задняя стенка не оторвалась у вас. Все нормально, Леша? Молодцы, молодцы. Последний самый тяжелый был, да? Ой, обалдеть. Я не знаю, сколько у нас здесь квадратов, но, наверное, больше 20. Здесь 25, а не 26 вот этих квадратов. Очень большая комната. Прям классно. Гостиная хорошая. Ну что, хвастайся своей красотой. Классная, да, Леша? Да. Ну-ка, ну-ка, покажи поближе. А можно было больше, да, сделать этих волн, да, зайка? Нет, потому что у меня еще слой не высох. А, не высох слой? Да, возьми вручки. Держи. Я могу взять вручки. Нет, нет, ты возьми, Леша, мне покажи. Нет, она не высохла, не берите, пожалуйста. Там и аккуратно, да, да. Ой, как красиво. Паста для строительства паста. Слушай, ну красиво. Она еще должна целый день высыхать. Молодец, любимая, как бы это нам сейчас домой довезти? Дайте мне ее. Спокойно. Ты довезешь? А, о, папа сейчас багажник положит. Не надо, пожалуйста, багажник. Она еще не высохла всякая. Я на пол положу тогда. А у папы же там Алис простынка такая, знаешь, которая не жалко. Ну не надо, дайте мне в руки. Ну на, на, в руки надо. Я ее довезу спокойно, и все. Тебе понравилось? Да. Такое солнце, как летом, да? Отличное. Вообще. На улице плюс 19. Очень хорошо на улице. Вон цветы, смотрите, распределись. Сегодня даже никакой куртки не одевали. Как красиво. Хорошо, что мы живем в Анапе, да? Здесь как-то и воздух почище. И поуютней. И суеты поменьше. И пробок нету. Как-то все рядом, все близко. Мы забежали в Магнит Косметика. Лиса купила себе черный айлайнер. И, в общем, она мне объяснила. Вот это журнал «Животные на ферме». В прошлый раз она покупала такой журнал. И обещали, что в этом выпуске будет овечка. А в этом выпуске какой-то... Кто это? Поросенок, да? В этом выпуске поросенок. А в следующем будет буйвола. Когда будет овечка, неизвестно. А зачем? Журнал просто очень добрый. Добрый журнал? Да. Ну ладно. Ну ты расстроилась, что овечки нет? Нет, я свинку купила. Свинка тоже пойдет. Счастливые, довольные, едем домой. Всем пока-пока. Сегодня прям хорошо мы так потрудились, поработали. Завтра последний раз, да, Леш? Везем. Что-нибудь последний раз. Что-нибудь другое еще привезем. Завтра еще мешки со смесью привезем. Потом уже батарею вот надо купить. Сейчас посмотрели вариант. Нам один накинули. Вертикальную батарею. Вертикальную батарею дизайнерскую будем в зал ставить. 22 тысячи будет стоить она. Вот. Что еще у нас? Надо плитку покупать, кафельную уже ванную комнату полностью докупать. Что у нас там? Дизайн будет такой же, как и в большой ванной комнате. Точно такой же будет дизайн. Единственное, докупим плитку, что нам не хватает. Ну и хорошо, и отлично. Да, у нас там на одну стену есть плитка, на пол есть у нас плитка. Просто докупить еще надо будет на три стены. Такую глянцевую беленькую купим, да, чтобы посветлее смотрелось. А посмотрим там по остаткам, что у нас как, вот, и решим с тобой вместе. Хорошо. Потом надо будет еще уже покупать раковину, уже надо будет купить раковину. Я, наверное, думаю, что мы купим точно такую же один в один, как у нас здесь в доме на первом этаже. Она по размеру входит туда идеально в этот маленький. Плюс она мне нравится, что, ну, она классная, удобная, да. Тумбочку под нее такую же, тоже классная тумба подвесная. И, а унитаз мы купим, знаешь, какой? Мы купим унитаз точно такой же, как в том санузле. Ну да, он классный. Акватык, или как она там называлась, я не помню. Дима уже знает, как его дорабатывать. И он мне сказал, говорит, покупай такой же, как мы уже знаем. Ну и все, считайте, все. Уложить пол, наклеить обои. Берегуса вверх-вниз. И все, квартира готова. Сейчас Дина, в общем, будет заниматься выставлением маяков на пол. Выставит маяки, я думаю, что завтра, послезавтра, вон, два дня, будет только маяки одни выставлять. Потому что это нелегкая работа, это все кропотливый труд. Выставит маяки, потом он будет лить полы. И вот сколько я клея привез, этот клей весь уйдет, представляешься, весь. И, наверное, еще придется докупить. Вот он отольет все полы. И после того, как он отольет все полы, вот за это время нам необходимо купить плитку. Купить. Короче, поедем скоро в Новороссийск. Раковину, купить эту тумбу, купить все для ванной комнаты, чтобы у него были все четкие вот эти размеры, под которые ему надо будет подгонять. Он же каждую дырочку везде выпиливает. Под такое это, под это то, везде все подгоняет, все же четко. Тяпа-ляпа у него не бывает никогда. Он все вот прямо вымеряет все. И высоту раковину, и вот тумба, вот что, и вот как у него, где, когда. Вот какая тумба, какая раковина, и вот так вот он и вымеряет, чтобы были выводы и потрубы. Он потому что специалист экстра класса, люкс, премиум. Он делает четко. Поэтому, да. Еще на следующей неделе что у нас? Газовик. В общем, ребят. Все, всем пока. Забот много, дел много.